Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери Свильлятии. Мы находимся с Кео. Вот, как говорится, в дороге и в пути мы едем в сторону Нокия. Нас пригласили на профсоюзную дачу. Я вставлю в инфобокс старые видосики, где показываю сауну. Потом показываю одно день рождения с этой профсоюзной дачи. Ну и, конечно, шик, блеск, красота, что такие праздники еще устраивают. И посмотрите, погода. Вот какая была красота. И сейчас у нас похолодало, дождь. Но многие финны после Юхануса уходят в отпуск. Многие имеют 4 недели. И они еще берут недели 2 по алкотону, то есть без, как говорится, зарплаты. И хотят отдыхать на всю катушку. Ну и профсоюзные дачи, конечно, люди снимают. Это очень бюджетный отдых. У многих профсоюзов есть очень красивые дачи со встроенной мебелью. Там есть все, что угодно. Ну и мы с моим приколистом отправились в магазин. Ему был написан коммент, что... Кео, почему вы так плохо одеты? Мужчина в 70 лет не может ходить по городу в трусах. Он был в коротких вот таких трикотажных шортах. И ему был оставлен коммент, что длинные бы парточки вам купить. Ну и мой ржет, прикалывается. Вот, говорит, такие, как куплю и поедем на дачу, все упадут в обморок. Нет, конечно, такое мы в жизни ему не купим. Это все понятно. Смех и грех. Я Кею в трусах по городу не вожу. Это короткие шорты. И Кео настолько все-таки привык к своему стилю. И вот эти носки, например, короткие он носит с сандалями и с короткими вот с такими шортами. Ну и как же мы нарядились? Так как мы едем на профсоюзную дачу, вот так спокойно оделся мой муж. У него кепочка. У него от Ганда футболочка, сумочка. Бугатти кроссовки, джинсы. Ну и две сумки. В одной у меня подарки для Тайви. И во второй то, что мы взяли с собой. Ну и так как прохладно, я тоже нарядилась вот так. Я взяла, накрутила немножко волосы на бигуди. Достала вот такой черный пыльник, надела. Что если прохладно будет на ногах, у меня дуды. И действительно вот так, как говорится, скромно мы оделись на дачу. Ничего шикарного, как говорится, у меня нету. Я взяла бутылку с шампусиком и с девочками выпьем. И Кеюшка у нас рулит. Ему безалкогольное пиво. Это тоже, как говорится, я взяла с собой. Ну и Тайви у меня вот здесь подарочки. Вот в этой сумочке. Вот так мы, как говорится, простенько нарядились. Ну и профсоюзная дача в этом плане супер. Что вот так спокойно здесь можно отдыхать. Двери они не закрывают. Потому что только жители этих домиков вот в этом месте. И я зашла в туалет и посмотрела. Посмотрите, здесь отдыхает несколько семей. Ну и даже вот зубная паста и щетки лежат. Никто их не возьмет. И, как говорится, все очень здорово. Ну и Тайви пригласила нас, конечно, выпить и закусить. Сауна это само собой разумеется. И вот посмотрите, чем угощают финны. То есть если вы думаете, здесь будет вот, как говорится, такой а-ля фуршет. Нет, конечно, в Финляндии настолько все вот так вкусненько. Ну, опять же, что любим мы? Здесь у нас салат, колбасонька, сосисочки. Как говорится, вот такой легкий закусон. Ну и самая вкуснятина. Это, конечно, красная рыбка горячего ковчения. Вот такая красота, наверное, подается везде и всюду. Если есть аллергия на рыбу, да, это все мы понимаем. Ну, а если аллергии нету, это рыбка, вот молодая, картошечка с укропчиком, помидорчик. А что еще для счастья можно? То есть вот такая красота, любя, нравится нам. И мы с Тайви всегда восторгаемся. В Тайви такая молодец. Человек ходит на работу, имеет большую семью детей. И все равно она успевает и, как говорится, стол накрыть, и отдохнуть, и пригласить друзей, подруга, как говорится, выпить и закусить. Это всегда, вот, как говорится, здорово, что такие праздники есть. Ну и на профсоюзных дачах в этом плане, видите, как говорится, все вот так просто. Одноразовая посуда, одноразовые стаканчики, все это одноразовое. Но все равно заботимся о экологии, в помойку ничего не выбрасываем. Тут есть специальные контейнеры для металла, для бумаги, для отходов пищевых и так далее. Ну и вот моя тарелка у меня. Здесь вот такой салат манзарелла-помидоры, красная рыбка, ну и, конечно, картошечка. Ну и кеюшка кушает рядышком со мной. Ну и, конечно, без колбасы никуда. Колбасы в Финляндии самые вкусненькие. И я, когда делаю обзор колбасы, многие тогда написали, Оля, финская колбаса действительно делается из мяса. У нас много раз колбасу покупать нельзя, это ужас ужасный. Да, конечно, очень вкусные эти сосиски, очень вкусная колбаса. Ну и без десерта тоже никуда. Финам хлебнуть кофейку, это просто как прочитать нам отче наши. Да, кофеек должен быть. Ну и, опять же, многие покупают вот такое готовое. Никто не заморачивается, что все должно быть вот такое самоиспеченное. Я вас умоляю. Ну и здесь у нас сауна. Я сауну снимать не буду, чтобы, не дай бог, кого-то не зацепить камерой в купальнике. Ну и здесь вот карта, где мы находимся. То есть, в принципе, вот эта профсоюзная дача находится не так далеко от Тампери. И они пошли топить сауну. Здесь у них начинается маленький ремонт. Тайви сказала, что они расчищают вот это место. Здесь будет хорошее сделано вот такое место лежаки. Если люди после сауны хотят, например, прийти полежать вот на этих лежаках, кто-то купается, кто-то загорает, все здорово. То есть, конечно, да, эти профсоюзные сауны и профсоюзные эти дачи тоже очень приличные. Ну и, конечно, все здорово вот устроено для, как говорится, людей. И мне нравится, что место вот такое спокойное, тихое. Не то, что, знаете, тут же какое-то большое предприятие, где выхлопы каких-то вот таких запахов и так далее. То есть, все-таки здорово. Единственное, не повезло нам с походой. Прохладновато. Ну и, конечно, вот это большое здание, где мы отобедывали, оно открыто круглосуточно. Там есть большой холодильник, там есть второй этаж. Можно прийти взять лишнюю подушку, лишнее одеяло. Детям есть настольные игры и так далее, и так далее. В этом здании есть тоже телевизор. То есть, если вы с семьей отдыхаете, кто-то любит одно, а кто-то любит другое, а кто-то хочет просто походить по лесу, может быть, найти каких-то грибов, может быть, найти каких-то яблок, ягод, это тоже все есть. Ну и гриль, вот, под навесом. То есть, если вы обожаете гриль, сосиски, колбасу, вы хотите сделать рыбу горячего копчения, все это есть. И всем этим можно пользоваться. Вот за эту цену, что вы платите за аренду. Кто-то приезжает только на конец недели, кто-то снимает на все лето. Ну и Пяеви сфоткала нас, говорит, Ольга, вы сидите с кеюшкой, у тебя губки бантиком, бровки домиком. Да, ну вот так я состроила здесь, как говорится, физиономию, приняв на грудь красного вина. И здесь она сфоткала, говорит, ну посмотрите, как вы сидите. Как первый класс, первая парта, даже рученьки сложили вы одинаково. Я говорю, ну господи, помилуй, мы столько лет вместе живем. Да, конечно, мы даже рученьки вот так сложили вместе. Ну и еще раз хочу поблагодарить Пяеви. Вот такой праздник она устроила нам, пригласила выпить, закусить, помыться. Мы не виделись давно, конечно, здорово было встретиться. И просто жизнь вот сейчас была вот такая, конечно. Да, все, мы понимаем. Вот эта зараза, эта болезнь оторвала нас на, как говорится, длинный период. Нельзя было собираться. Ну и Кею всегда прикалывается. Когда мы идем в призму, я показывала это не один раз. Он любит вот это пиво, Кею безалкогольное. И сейчас в газете в Хельсинки Санумат был вот этот опрос. И сказали, что безалкогольное пиво Кею просто номер один. Ну как здорово. То есть вот никогда мы не знаем, что люди покупают, что людям нравится, что они хотят в свои вот в эти праздники купить, чтобы выпить и закусить. Ну и многим нравится, когда мы возвращаемся домой. Я снимаю вот так вид из окна. Да, конечно, зелена, зелена, вода, вода, зелена, зелена, вода, вода. То есть, в принципе, Финляндия, она настолько одинаковая. Да, может быть, где-то в других странах вот эти горы красивые или красивые поля с какими-то цветами. Ну, Финляндия, она вот такая вся зеленая. И финны гордятся своей природой, берегут эту природу. И, конечно, экологии. Можно снимать много видео и показывать вот эту красоту. Ну, и, конечно, всем хороших отпуск, хороших выходных, хорошего отпуска. Кто отдыхает или кто возвращается на работу. Хороших, хороших рабочих вам деньков. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля, Икею из Тампири, из Финляндии, из Нокея. И я, конечно, вставлю старые видосики в инфобокс, где мы рассказываем и общаемся с Пайви. Такое видео тоже очень многие бы посмотрели снова. Наверное, зрители новые, которые только подписались на мой канал. Прошу прощения. Всем физкульт-привет, не хворайте.